В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Одаренные инаульские старшеклассники собрались в гимназии 20 декабря. Инициатором встречи стал глава администрации района Ильшат Вазигатов. Вместе с Ильшатом Вазигатовым на встречу к ребятам пришли заместитель глава администрации района по социальным вопросам Гаухар Миндиарова и начальник управления образования Эльвира Шаихова. Юноши и девушки коротко рассказали о себе. Оказалось, что многие из них увлекаются музыкой, творчеством, дружат со спортом. Ильшат Вазигатов в начале встречи поблагодарил ребят за те успехи и высоты, которых они достигли, и пожелал не останавливаться на этом, учиться и развиваться дальше. Глава администрации района также подчеркнул, что сегодня молодежь знает больше, чем их предшественники, но им не хватает опыта, которым обладает старшее поколение. Ильшат Вазигатов рассказал о перспективах развития Инаульского района, призвал юношей и девушек получить хорошее образование и применить его во благо республики и родного района. Сегодня на встречу с главой администрации нашего района Ильшатом Акзамовичем Вазигатовым пришли самые лучшие споршеклассники. Это победители и призеры различных этапов олимпиад, конкурсов, творческих, спортивных соревнований. Какими вы видите, я вам подучил. Ребята на встречу с первым лицом районной администрации пришли подготовленными. Их вопросы касались разных тем. Развитие индивидуального предпринимательства, целевого направления студентам, мусорной реформы, расширение школы номер один. Были заданы вопросы и личного характера. Ребята интересовало, есть ли у Ильшата Вазигатова преемник, которому можно доверить управление районом. Лейсян Максютова задала Ильшату Вазигатову вопрос про ЕГЭ. Если бы вы сейчас давали имя, какой бы предмет выбрали и почему? Я бы выбрал, наверное, те же популярные предметы. Математику, физику, информатику, естественно, английский язык обязательно. Кстати, учите языки. Вы без них вообще не сможете развиваться дальше. Английский точно нужно знать. Школьникам было интересно узнать, какие книги любит читать глава администрации района, какие фильмы предпочитает, как он относится к молодежи, не было ли у него желания сорваться и уйти с этой должности. На встречу с главой приехала и Айгуль Султанова из Кармановской школы. Я участвовала в олимпиадах по русскому, по шкирскому любила раньше участвовать, но в этом году не получилось. По ОБЖ еще участвовала. Я очень люблю детей, поэтому хочу стать учительницей начальных классов. Я бы хотела узнать, какие именно профессии востребованы в нашем на улицком районе. Хотела узнать. Где на улице сегодня острый недостаток. Я, как уже назначил, врачей, и театр, врачей, и медведи, и так за это еще. У нас порядка 60 врачей сегодня не хватает. И очень много по штатному расписанию. Просто путем совмещения по 2-3 штата замещают наши действующие врачи. Поэтому и очереди, поэтому недостаток внимания пациента, наверное, происходит. Затем, сегодня катастрофически в хозяйствах, которые даже хорошо работают, не хватает ветеринаров, зоотехников, агрономов, хороших именов. Нужны специалисты не с корочками, а со знаниями, современными знаниями. И, конечно же, уже ощущается недостаток учителей физики, математики, английского языка. Иностранных. Иностранных, да? Да. Их уже недостаток ощущается, и мы уже стараемся решать. По врачам мы уже даже служебными квартирами готовы обеспечить. Встреча продлилась около трех часов. Вопросов было задано много. Столько же остались неозвученными. Перед новогодними праздниками ребятам вручили сладкие подарки. Встреча с одаренными детьми, или со старательными, я бы сказал, с детьми, спортсменами, преуспевшими определенных успехов в учебе, в спорте, в культуре. Встреча мне понравилась. Мы там побеседовали более двух с половиной часов и не хотели расставаться друг с другом, потому что мне самому интересно узнать мнение ребят, доводить до них наши вопросы проблемные, успешные, и подводить итоги года. И настраивать вообще, в том числе и молодежь, на патриотизм, на необходимость развития нашего района в дальнейшем. Это очень важно. Все вопросы ожидаемые, и они задавались уже. Я бы сказал, меня бы это удивило, если бы мы не проводили бы классные часы. Мы же классные часы проводим, и со старшеклассниками, и не только. Часто общаемся, поэтому особо не удивили. Но понравились вопросы в части правильной формулировки, и грамотные, правильные вопросы, нужные вопросы задают ребята. Не на все сразу и ответишь. Ну и, конечно, коллектив Ялбхэн, который, несомненно, является одним из лучших в республике коллективов танцевальных, национальных танцев. Ну, это гордость. Это ребята очередной раз большой титул на боях завоевали. В этом году мы так называем правительственным концертом, на торжественном собрании, после которого состоялся грандиозный концерт в честь 100-летия республики, на День республики. Всего два танцевальных коллектива из районов пригласили, и среди них Инаульский район. Разве это не гордость? Это труд девяти последних лет работы Ахьярова Насардиновича, их руководителя, Гаухары Савиевны, Рината Адисовича. Новогодние сладости от главы получили и участники ансамбля «Ялкан». Следующая встреча Ильшата Вазигатова в этот день была именно с ними. Глава администрации поблагодарил артистов и руководителя за их яркие, незабываемые выступления. В Башкортостане работают более 800 ледовых городков. С этой информацией началось еженедельное оперативное совещание, которое провел глава республики Радий Хабиров в понедельник 23 декабря. Затем министр культуры республики Башкортостан Амина Шафикова сообщила, что готов новогодний календарь 2020, который должен помочь жителям республики провести праздники насыщенно и интересно. Календарь мероприятий в нашем районе расположен на сайте администрации. Следующим вопросом обсудили строительство дорог. В 2019 году в Башкортостане построили 45 километров новых и отремонтировали 2109 километров действующих автодорог. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Еще одно направление работы – обеспечение безопасного передвижения. В 2019 году удалось добиться существенного снижения аварийности. В Башкортостане работают 3,5 тысячи сельских клубов. По их количеству республика занимает первое место в России. На развитие инфраструктуры культурных учреждений на селе в 2019 году направили более 600 миллионов рублей. За счет этих средств построили 4 дома культуры и провели реновацию еще 4-х. Открыли 12 многофункциональных сельских клубов и 10 кинозалов. 54 района в преддверии всемирной фольклориады получили средства на сценические комплексы на общую сумму порядка 50 миллионов рублей. После совещания в Доме правительства состоялась оперативка в районной администрации. О работе с гражданами и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, рассказала заместитель главы администрации района по социальным вопросам Гаухар Мендиарова. В комплексе возможных мероприятий индивидуальная программа можно выделить. Первое. Социальный патронаж семьи направлен на поддержку длительных связей с семьей, контроль за ситуацией в семье, своевременное обнаружение проблем и оказание незамедлительной помощи при необходимости или информировании компетентных органов. Основными исполнителями являются служба семьи в Янаульском районе, социальной педагогии общеобразовательных учреждений и главы сельских поселений. Второе. Содействие в трудоустройстве. Основным исполнителем мероприятий в содействии трудоустройства и занятости граждан является филиал Северо-Западный межрайонный центр занятости населения по Янаульскому району. Службой занятости формируется информация о вакантных рабочих местах в масштабах города-района, о возможности прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по выбранной образовательной программе о трудоустройстве инвалидов. За 2019 год через ЦЗН было трудоустроено 892 человека, в их числе 32 инвалида, 19 пенсионеров, двое детей-сирот, 11 многодетных родителей, 64 женщины, имеющих детей в возрасте до 6 лет, двое освобожденных с мест решения свободы. О налоговых сборах доложил заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан Арафис Рахматуллин. Вел совещание и подвел его итоги глава администрации района Ильшад Вазигатов. Расширенное заседание местного полицовета местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» провели 12 декабря. Также были приглашены главы сельских поселений, секретари первичных отделений, члены местной контрольной комиссии, городского и районного советов, депутаты. На заседании рассмотрели четыре вопроса. По-первыхому, об итогах 12-го съезда партии выступила исполнительный секретарь местного отделения Земфира Загриева. С информацией о партийном форуме «Городская среда» выступил секретарь совета городского поселения Ильгиз Габдулин. Вильник Мадзянов, секретарь совета района, рассказал о партийном проекте «Реальные дела». Также на заседании утвердили план работы местного отделения Янаульского района партии «Единая Россия» на 2020 год. Начиная с декабря и до окончания новогодних каникул, по всей республике актуальными являются вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, предупреждения чрезвычайных ситуаций. В жилом секторе проводится адресная, разъяснительно-профилактическая работа по соблюдению правил пожарной безопасности населения. Особое внимание уделяется социально незащищенным слоям населения. Сегодня еще одно такое мероприятие – «Смотр техники сил средств района» прошел на территории предприятия Янаул-Водоканал. Комиссия во главе заместителя главы администрации района Салавата Гельмеева произвели осмотр техники разных служб района с целью предупреждения и устранения последствий всяких аварийных, чрезвычайных ситуаций. Посмотреть готовность территориального звена прибыл заместитель начальника учреждения службы обеспечения мероприятий гражданской защиты Республики Башкортостан Рашид Фаткулин. Представители предприятий доложили о готовности техники к новогодним каникулам и получили высокие оценки. Смотр сил и средств проводится с целью для того, чтобы посмотреть готовность территориального звена БТП РСЧС, готовность к устранению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в районе, в городе, для того, чтобы посмотреть, какими средствами располагает район, какие средства будут привлекаться для ликвидации аварийных ситуаций, для того, чтобы устранить недостатки, которые будут выявлены, для спасения людей. Самое главное. Ведь ничего нет дороже человеческой жизни. И для того, чтобы мы могли спасти людей, для этого нужна специальная техника. И готовность этой техники проверяется во время этих смотр. Сегодня очень высокая оценка, то есть территориальное звено города Янау готово к работе по предназначению. Дорожно-транспортное происшествие с наездом на пешехода произошло на 9-м километре автодороги Айбуляк-Прогресс-Янборисова около 19 часов 30 минут 21 декабря. В результате чего девушка-пешеход 1997 года рождения скончалась на месте до приезда машины скорой помощи. Воитель 1984 года рождения, управляя автомашиной «Лада-Х-Рэй», следуя со стороны деревни Айбуляк в сторону деревни Прогресс, совершил наезд на пешехода, которая шла по краю правильной части по ходу движения транспортного средства без светоотражающих элементов на одежде. По данному факту в настоящее время ведется проверка. Уважаемые водители, при передвижении на автомашинах в темное время суток в условиях недостаточной видимости, в условиях снегопада выбирайте скоростной режим, исходя из дорожных и метеорологических условий. Уважаемые пешеходы, при передвижении по правильной части в темное время суток обязательно используйте светоотражающие элементы. Операция «Должник» проходит в нашем районе с 16 по 25 декабря. Ее проводят совместно сотрудники службы судебных приставов и отдела Министерства внутренних дел по Инолуцкому району. Основная цель профилактической операции – выявление должников по исполнительным производствам о наложении административных штрафов. И пока сотрудники Государственной инспекции по безопасности дорожного движения проверяли наличие всех обязательных документов у водителей, судебные приставы проверяли по номерам машин в своей базе информацию о наличии или отсутствии штрафов. В процессе данной испытоперации проверяются водители автотранспортных средств на предмет наличия либо отсутствия исполнительных производств. Также выписываются требования при положительном результате проверки для оплаты административного штрафа, в процессе которого и оканчивается исполнительная производство. В телефонах сотрудников службы судебных приставов имеется приложение, то есть это комплексная фотофиксация транспортных средств, которая по госномеру автомобиля, либо же по фамилии, имя, отчеству и дата рождения должника определяет, является ли лицо должником по исполнительному производству, либо же нет. Человеку вручаются требования по явке к судебному приставу исполнителю. В принципе, где оформляются необходимые документы и должнику также выдаются квитанции для оплаты долга. Новогодний утренник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел в межпоселенческом культурно-досуговом центре 23 декабря. Для детей была подготовлена увлекательная история приключений кота Леопольда. Исполнение песни про Новый год стало началом утренника. Каждый из ребят старался зарядить зал веселым настроением. Перед собравшимися выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. В этом 2019 году удалось сделать многое для того, чтобы наш район хорошел, наш город Минаву стал лучше, краше, чтобы дети могли развиваться в разных наших учреждениях. Это и школы, это досуговые учреждения, это и асфальт. В этом году как никогда мы не смогли больше вложить. Это наша работа. Он поздравил всех с наступающим праздником и пожелал ребятам успешной учебы. Праздничная программа была насыщенной. Для зрителей подготовили музыкальные и танцевальные номера. С интересом юные и на улице наблюдали за противостоянием кота Леопольда и мышей. Много трудностей преодолели главные герои на пути к дружбе. Каждый артист постарался, чтобы этот день стал действительно маленькой, но очень приятной сказкой для детей, уже столкнувшихся с трудностями и потерями в жизни. Они с большим удовольствием приходят на наше мероприятие совместно со своим законным представителем и законным учительными и приемными родителями. На сегодняшний день в нашем отделе состоят на учете 150 детей-сюротов, детей-старших в учении родителей. Конечно же, я в канун этого праздника хочу всем пожелать крепкого здоровья. Конечно, в канун этого праздника все дети, я и хочу сказать и о наших детях, желаю, наверное, счастливого детства, чтобы все у них было в семье хорошо, достаток, любовь, забота, внимание со стороны взрослых, ну и, конечно, со стороны наших законопредставителей. Администрация муниципального района Новыйский район для всех детей, и сирот, и детей-старших в учении родителей приготовлены новогодние подарки, которые не с нетерпением ждут. Дети играли, танцевали и общались с разными сказочными персонажами. Особенно радостным для всех ребят стало появление Деда Мороза и Снегурочки. У меня есть мама, моя сестронка и я. Мне нравится, когда мы за столом сидим и, ну, с семьей сидим. Ну, я пожелала, чтобы у мамы нога больше не болела. Она, у нее всегда болит. Я выбрал костюм Бэтмена, потому что у меня гибрид. Волка понравилась, у нас посадка, у меня белая большая семья. Болик понравилась. В завершении праздника дети рассказали Деду Морозу стихотворение про Новый год и получили подарки. В Ульнаре Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Отделение центра «Семья» в Янаульском районе завершили проведение семейных выходных в этом году Красочное, тетрализованное представление подготовили организаторы семейных выходных Дети встретились со сказочными персонажами, водили хоровод возле елки и поучаствовали в новогодних играх Приглашенными стали семьи, в которых 5 и более детей Финальным аккордом стало вручение подарков по линии Министерства семьи, труда и социальной защиты населения У нас 5 раз старше, 14, потом 12, вот 9, 4 и 3 Трое школьников, все они учатся в первой школе Праздник замечательный, нам очень понравилось Первый раз на долгие-то многодетные Интересно перекратить детям, даже понравилось очень Желаю всем, конечно, удачи, чтобы дети были здоровыми И, конечно, счастья всем, здоровья, удачи во всем, чтобы дети не болели Таковы новости к этому часу Далее эфир продолжат мои коллеги Я с вами прощаюсь, до новых встреч 25 декабря ожидается пасмурная погода, возможно, небольшой снег Ветер южный 24 метра в секунду Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба Температура воздуха ночью минус 12, минус 14, днем минус 4, минус 6 градусов По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением Местами небольшой мокрый снег, гололед На дорогах гололедится Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду Температура воздуха ночью минус 7, минус 12 При прояснениях минус 17, минус 22, днем минус 4, минус 9, местами до минус 14 градусов Новый год Самое время радовать, удивлять, благодарить и дарить подарки любимым Каждое второе украшение в подарок во всех салонах ювелир-центра Тимур, Рамазан, Хайманан, Ижаташ, Дуслара, Сызнын, Торафларга, Юллана Уналтанча декабрь, Благовещенск Унджедесе, Вирск Ищенши, Январь, Белебей Дуртео, Агыдель, Виши, Дневтекама Балтусы, Янаул Рехаймите, Дуслар Быстрый денежный заим облегчит вам жизнь Вы сделаете неотложную покупку Или сможете порадовать подарком близкого человека Ждем вас по адресу Горки, Наул, улица Худайбердена, 3 Напротив магазина, Угалина Денежные займы предоставляются ООО, МКК, КВ, Деньги людям ОГРН, 114-290-7-400-37 Зарегистрировано в реесте МФО 651-403-111-00-51-37 О 20 мая 2014 года Сайт www.creditkassa-match.ru Делать деньги без рекламы Может только Монетный двор Нужна реклама? Звони 5-41-46 5-41-46 24 декабря День воинской славы России В этот день русские войска Под командованием Суворова Взяли турецкую крепость Измаил Укрепленная и обширная крепость Сдалась под силой российских штыков Начав штурм перед рассветом Суворов взял грозную твердыню на Дунае За несколько часов Из всего гарнизона Смог бежать только один человек Трофеями русских Стали 400 турецких знамен Мы встречаем Новый год Украшаем елку Нарядили огоньками каждую иголку Написали мы письмо Дедушке Морозу Новый год встречаем мы Дружно и серьезно Пусть несет подарки нам Сладости, игрушки Новый год для всех ребят Праздник самый лучший Я поздравляю всех с Новым годом С Новым годом поздравляю И от Дедуши желаю Веселиться и смеяться Ни на что не обижаться Жить легко и без забот Весь грядущий Новый год С Новым годом С новым счастьем Мира смеха и добра К детям елочка Пежет снег на летках пенеса Но на елочку согреть Платье новое Эко ломоченькая Эко звездочки блеск Кусы разные Сет замечательный наряд Закружился коловод И все песни звонка Это значит Новый год Это значит дедушка Ваш ребенок уже подготовил песню Или стихотворение Для Деда Мороза Елочка поздравлений Акция, которая поможет Вашему ребенку попасть В эфир Янаульского телевидения Ждем вас по адресу Город Янаул Улица Советская, 21 Поздравление вашего ребенка Будет звучать в эфире С 15 декабря по 10 января Также в наших соцсетях Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Вконтакте Звоните 504-02 Завтра у меня День рождения Хотите оригинально поздравить? Своих близких, родных и друзей Мы можем сделать Любое поздравление По вашему желанию Поздравление на дни рождения Юбилеи свадьбы Воплощаем любые идеи Вам надо всего лишь позвонить По номеру 52871 В новогодние праздники Будьте внимательны с открытым огнем Встречайте Новый год без пожаров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok